Здравствуйте! На 13 этаже сегодня обсудим проекты и инициативы, которые обсуждаются в Нижней Палате Российского Парламента, ни много ни мало с подачей или при активной поддержке нашего гостя. Поприветствуем депутата Государственной Думы от Архангельской области Андрея Палкина. Андрей Васильевич, добрый день. Хочу начать сразу с места в карьер, как говорится. Вы четко прослеживаете, поддерживаете одну линию, обозначая главную проблему Архангельской области в части расселения аварийного жилья. Существующая программа ограничена по ресурсам, по времени, по объектам, которые в нее попали. То есть все не охватить. Очень много остается за бортом. Сейчас идет окончание четвертого этапа программы переселения. Естественный вопрос у тех, кто в нее не попал. А что дальше? Я сам лично дважды встречался со Степашином, Сергеем Вадимовичем. Мы обсуждали эту тему. Обсуждали я со своей стороны как эксперт. Все нюансы этой программы. Мы понимаем, что многое было сделано не так. Я бы, скажем, рекомендовал, чтобы и жилье, скажем, в рамках этой программы все полностью проходило в госэкспертизу. А то у нас, скажем, трех этажей разрешено. Это неправильно. Поэтому строится не всегда качественное жилье. А раз оно не пошло в госэкспертизу, нету арт-строеннодзора, скажем так. Также я против жилья, скажем, металла, из металлоконструкции. Исходя из этого, значит, были вопросы, которые Степашин согласился. Мы это будем дорабатывать. Сейчас, приехав после региональной недели, встречаемся с Сталовойкиным Владимиром Михайловичем. Это первый зам. И будем обсуждать дальше ход, значит, каких-то вещей. В том числе и программу переселения граждан по социальному найму тоже. У меня еще и эта идея есть. А так в программе быть. Вот, скажем, на следующий год запланировано 5 миллиардов. Это на доводку до конца тех объектов, которые уже, ну, скажем, перейдут. Вот многие регионы, ну, не многие, несколько регионов все равно хоть и обещают. И в том числе и наши. Я думаю, что перейдет за Новый год. Достраивать надо то, что осталось. Вот. Ну, на 2019 год якобы планируется порядка 200 миллиардов. Вот, исходя из этого, программа заработает в полной мере. Да, она будет немножко другая. Здесь будет уже и участвовать и сам жилец в этой программе. Как минимум 20% он будет, значит, отвечать финансами своими перед решением своих жилищных проблем. Когда получаешь жилье полностью, скажем так, ни копейки не внеся, как бы от государства, ну, условно говоря, на халяву, да, наверное, тоже не ценишь. Все, что бесплатно достается, ну, наверное, мы это не ценим. Да, многие, я знаю, по Котласу, очень многие, получив, вот именно, продали практически сразу, купив, уже снова переселившись в то же самое ветхое жилье, ничего не изменилось в их жизни. И также приходят, просят дров, просят, говорят, как вы же получили квартиру, да, мы продали, а деньги куда? А деньги проели. Госдума рассмотрела ваш законопроект об освобождении граждан от уплаты за капитальный ремонт, проживающих не только в аварийных, но и в ветхих домах. Но я так понимаю, что когда эта программа начиналась в стране, были проведены расчеты и, наверное, предполагалось, что будут собираться определенные суммы для того, чтобы этот капитальный ремонт проводить. Теперь, если жители не только аварийных, но и ветхих домов выпадут из этой программы, большие ли будут, ну, скажем так, недоборы и какие перспективы у этого закона? Ну, да, закон противоречив, хотя этот закон сегодня поддержало более 80 моих коллег, которые четко, ясно понимают суть закона. Суть-то ведь не в этом. Сегодня есть категория граждан, которые не платят средства в фонд капитального ремонта. Это, значит, проживающие на квартирных жилых домах аварийных, и когда на квартирных жилого дома единственный собственник, ну, скажем, муниципалитет или кто. В этом случае не платятся взносы в фонд капитального ремонта. Но у нас большая масса людей, которые понимают, что, скажем, в этих двухэтажках, которые, ну, по разным предлогам, муниципалитеты не признают аварийными, потому что в этом случае возникает обязанность проселения жилья в течение шести месяцев. А люди понимают, что и целесообразность проведения капремонта, она отрицательна, то есть проще, дешевле построить новый дом, чем проводить капитальный ремонт этой деревяшки. Поэтому там износ перед 70%, а аварийный он считается после 70%. И поэтому такая категория жилья, я внес понятие, что жилье износом до 70%, но состояние которого нецелесообразно для проведения капитального ремонта считать ветхим жильем. И в этом случае жильцы, признанные проживающими в ветхом жилье, а также освобождаются от капитального ремонта, до момента, значит, ну, они несут все время ответственности за проживание в этом доме, то есть поддерживают его состояние и возможности проживания. И в случае потом уже перехода его аварийная, да, они точно так же на общих основаниях считаются, значит, нуждающимися в вестерном переселении из этого жилья. Вот, либо, и так же они имеют права дальнейшего участия в программе переселения граждан из ветхого и аварийного. То есть закон-то очень хороший и социально значимый. Что, говорите, касается выпадающих доходов, скажем, у региональных операторов, так региональные операторы и сегодня не полностью осваивают те средства, которые поступают. По различным, скажем, при обсуждении даже этого законопроекта в свете федерации, Катанандов, это бывший губернатор, значит, республики Карелия, задавал вопросы, что закон вредный и прочее, прочее. А я специально посмотрел, думаю, что он, как он относится. У них, скажем, собрано было за прошлый год 300, а, 432 миллиона денег, да, в Карелии. А из расходов всего 140 миллионов. В итоге только треть, даже меньше третий, и они израсходовали денег. Ну, а что ж, пусть эти деньги как бы накапливаются, лежат, обесцениваются на счетах региональных операторов, потому что сегодня, скажем, Татарстан полностью использовал возможности, использовал возможности и даже перебрал немножко деньги, сегодня возвращает. То есть регионы достаточно активной строительной индустрии, они использовали возможности и от ветхого жилья избавились. А такие регионы, как нас, а таких регионов много. Это вся Сибирь, весь Дальний Восток, север России. К сожалению, не справились с программой, но, опять же, люди понимают. Да и если даже больше коснусь, вот вы понимаете, что проживая на квартире в жилом доме, скажем, тоже деревяшке или в каком-то бывшем леспромхозе, люди ведь понимают, что им никогда не проведут ремонт. Но они так же платят. Ну, обидно же, правда, что на сегодняшний день они платят, не надеясь на взаимную будущую счастливую жизнь. Вот закон об этих людях. Закон, у него жизнь есть уже, все, он начинает работать? Да, он прошел, значит, на сегодняшний день. Ну, сегодня его снова отправили мне. Значит, правовое управление нашло, что там могут быть проблемы какие-то бюджетные, и поэтому через, значит, надо будет заключение правительства. Ну, сейчас будем тогда еще дополнительно согласовывать с правительством. Ну, думаю, что право на жизнь есть. Один закон сейчас у меня в ноябре мой, закон выносится уже на рассмотрение Думы. Прошло все ситуации, два комитета рассмотрели, значит, правовое заключение положительное далось. Это закон о том, что все средства, именно вложенные жителями, проживающих на квартирных жилых домах и находящихся на счетах региональных операторов, региональный оператор обязан положить на депозитный счет, чтобы они не просто лежали, а то только 8 регионов пользуются этим, из 85, вы знаете, только 8 регионов положили на депозитный счет, а остальные деньги просто лежат, они просто обесцениваются. Согласно этому закону эти средства будут получать хотя бы как минимум ставку 5-6%, что хоть маленько сохранить деньги. Вот еще одна инициатива, которую вы поддержали, это распространение системы страхования вкладов на малые и средние предприятия. Агентство по страхованию вкладов, оно вообще поддержало эту инициативу? Ну, тоже добровольно будет брать на себя обременение. Это, наверное, такие препятствия немыслимые. Да. Вы поймите, одна простая вещь, но вот сегодня мы всегда говорим о малом и среднем бизнесе, о его поддержке, а на деле что? Вот сей год даже в бюджет закладывая, мы опять урезали финансирование малого и среднего бизнеса. Ну, в федеральном бюджете. Ну, урезали, здорово урезали. Вот. Исходя из этого, ну, что-то ведь надо хотя бы то, что деньги, которые остаются у малого и среднего бизнеса в случае банкротства банка, либо каких-то катаклизмов, не пропали. И поэтому, действительно, мы законом обязали. Ну, рады ли они не рады агентства по страхованию, я не знаю. Думаю, что не очень рады. Но есть закон, который они обязаны будут исполнять. А правительство поддержало вашу такую традицию? Ну, да, в принципе, законопределение. Нормально тут все прошло без каких-то препятствий? Ну, как обсуждение прошло, думаю, будет законопределение, да. Андрей Васильевич, еще одна ваша инициатива в Государственной Думе – это внесение поправок в законопотребительском кредите. Вот расскажите, какого рода поправки и ради чего изменять его? Если... Сама цель поправки, она сделать хоть маленько, более или менее защитить население от действий микрофинансовых организаций. Суть поправки – на сегодняшний день судебным приказом можно, и в том числе и микрофинансовые организации пользуются этим в полной мере. То есть судебные приказы, проведение судебной разбирательности, приходят, подают заявление, и судебный приказ выносит обязательство человека, попавшего в такую зависимость перед микрофинансовой организацией, обязательство выплачивать в полной мере. И поэтому, да, без судебного расследования, без всего, просто судебным приказом. То есть люди, не зная законодательства, то есть можно в течение 10 дней обжаловать это дело и снять, и тогда пойдет обыкновенное судебное разбирательство. Но люди у нас в большинстве судебных, не зная тонкостей всех, а самое интересное, что уже нашли механизмы, то есть посылать как можно позже уведомление, оно приходит в крайний день, и люди просто не успевают решить. И потом приходят, и ко мне, как депутату, что Андрей Васильевич, что нам делать? А сделать-то уже ничего нельзя. То есть если вы не предсставали решение суда, то есть судебный приказ — это решение суда. Надо исполнять, да? Надо исполнять. И в этом случае обратного хода у людей нет. Они попадают в финансовую кабалу, по большому счету. Ну и получается то, что получается. Кто-то идет на процедуру банкротства. Вы знаете, что у нас количество банкротов сейчас выросло. Кто-то идет вплоть до суицида. Ну вот такие вещи мы порой сталкиваемся в этой простой жизни. Этот закон о том, чтобы защитить тех, кто попадается в такие непростые жизненные ситуации. А этот закон принят? Нет, этот закон не принят. Он топчется на одном месте. Там, значит, обсуждения прошли в ряде комитетов. Мнения разделились. Ну, по крайней мере, правительству пока еще заключений нет. Пока этот закон не выносится. Сейчас немножко такой философский вопрос. Но, тем не менее, очень хочется спросить вас. Вот прошел год, как вы в Государственной Думе. За это время что-то поменялось? Вот ваше мировоззрение, ваш взгляд на проблемы, на причины, на следствие их. Вот если сравнить, например, когда вы были на уровне областного депутата, а потом на уровне депутата Государственной Думы. Вы знаете, когда я был депутатом областного собрания, мне кажется, у меня было возможностей больше. У меня свободы было больше. Свободы. Сама Государственная Дума – это институт, который настолько запротоколирован, настолько все, значит, системно, выстроена система глубоко. Шаг влево, шаг в право – это уход от системы. То есть законопроект, если не проходит, значит, Совет Фракции, Совет Думы, он никогда не выйдет, не увидит свет. Даже пользуясь, скажем так, своим правом депутата, он никогда не увидит его забаргуют на самом начальной стадии. Поэтому я говорю, что розовые какие-то такие очки у меня пропали. Возможности у депутата Государственной Думы гораздо, они скромнее, чем думают люди. Они думают, что это действительно как волшебник, как фокусник, я могу решить все. Ничего не может решить депутат, потому что финансовой возможности у нее нет, распоряжения ресурсами нет. У нее одно есть, то есть возможность входить в любой кабинет, к любому министру. И у депутата есть статус министра, скажем так, и вот ему дана возможность. Плюс еще неприкосновенность, потому что он может более жестко требовать, не боясь за последствия. Вот единственное, что, ну, наверное, этим я и пользуюсь в полной мере. Дарья Васильевич, спасибо вам, что вы пришли сегодня к нам в эту студию, в новую студию региона 29. Спасибо вам. Я напоминаю, что здесь, на 13 этаже у нас сегодня был в гостях депутат Государственной Думы от Архангельской области Андрей Палкин. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»